Всем-всем большой привет! Наступило время снять пустые баночки месяца июня. Семья большая, моемся часто, пользуемся всем. И поэтому банок, как всегда, у меня много. Многие переживают за количество, но не переживайте. Просто семья большая. Ну, сколько закончилось, только и закончилось. Чуть-чуть совсем покажу бытовой химии. Я собираю только то, что можно купить в Магнит Косметик, Фикс Прайс и, может быть, из каталогов что-то. В целом я не собираю бытовую химию. Очередной раз уже показываю вот этот гель Активный Пемос. Он продается в Фикс Прайс, стоит 99 рублей. Показываю, потому что он мне нравится. Удобен тем, что крышка является и мерным стаканчиком. Я все время кладу, лью, это не порошок, я его лью. Лью больше, чем необходимо. Мне так нравится. Он хорошо промывает, даже детские вещи, которые с прогулок приходят. Сейчас дожди, грязь. И у меня мальчишка, ему 10 лет. И представляете, какой он приходит, когда погуляет. Вот этот гель справляется на ура, поэтому мне он очень нравится. Ну, не очень коротко, конечно, у меня получилось, но я старалась. Еще одно средство куплено в Фикс Прайсе. Это Синержетик. 77 рублей он стоил. Теперь они его подняли цену и стал 99 стоить. Это средство для мытья посуды. Нравится тем, что он написан, как написано, антибактериальный гель. Аромат был яблоком. Мне он понравился. Я не знаю, купила бы я его за 99 или нет. Но сейчас я пользуюсь Биомио. Он мне тоже понравился. Продается в пятерочке. Он подороже Синержетика. Но и значительно гуще. Вот. Ну, вот если конкретно про это средство. Хорошо работает. Хорошо промывает. Как бы его можно использовать и для детской посуды, как тут написано, и для фруктов, и для мытья игрушек. Он безвредный, экологически чистый. И, в принципе, хороший гель. Мне он понравился. Почему бы им и не пользоваться. В пятерочке бывает иногда хорошая цена. Вот на эти средства гель с гранулами свежести. Зеленые яблоки, как был аромат. Брев. Этот гель наливается вот в такой дозатор, который подвешивается на стеночку унитаза. Мне он понравился. Этот был зеленого цвета. Вообще, у нас продаются их два вида. Не знаю, сколько всего. Но у нас два. Еще, по-моему, морская свежесть второй. По скидке он бывает в районе 100 рублей. Может быть, 110-120. А бывает, что можно купить два. По цене одного. В районе 200 рублей. Может, 220. Но все равно получается каждый по 110 примерно рублей. Мне он понравился. Единственное, что меня веселит, это вот. Вот это вот надпись. 14 недель. Вот производители, скажите, пожалуйста, как вы это высчитали? Как вы это распределили? 14 недель для одного человека. И сколько раз, простите, нужно смыть одному человеку, чтобы хватило на 14 недель? Ну, это весело, конечно. Я не считала, сколько недель у меня. Но он достаточно экономный. У меня семья из 4-х человек. Я думаю, месяца 2 я им точно пользовалась. Ну, как я. Мы всей семьей активно пользовались этим брефгелем. Но эти 14 недель меня, конечно, долго веселили. Еще одно средство покажу от Фаберлик. Уже крем для очистки металлических поверхностей. Вы знаете, вот на этот вот крем я слышала настолько разные отзывы от классный супер крем до фу вообще ничего не делает. Я бы так сказала, если вам нужно, чтобы раковина заблестела, например, металлическая, она заблестит, если вы ее каждый день чистите. А если вы достали кастрюльку, которую уже много-много раз варили, которую редко моете порошочком, то есть вот этот гель хоть на сутки вы оставляете, он не очистит. Если вот застарелая такая вот уже, как это назвать, наросты в общем, закоптелостей, то не справится, конечно. Но если вот обновлять каждый день, вы нормально убираетесь, у вас чистая хорошая мебель, где-то может быть натекло на газовую плиту, когда вы готовили, то это прекрасное средство, оно хорошо справится. С металлических поверхностей смоет все. Но если застарелый, то, конечно, он слабоват. Вот. И еще два средства, если не устали, покажу совсем уже быстро. Это два кондиционера для белья. Один идет для чувствительной кожи, подходит для детской, для детских вещей. А второй с ухаживающими добавками. Тут тоже медвежоночек такой сидит. Он тоже, по сути, подходит для детских вещей. В этих проб... Ну, как вот мини-версии. Это не пробники, скорее, а мини-версии. По 50 миллилитров, а вообще в большом флаконе хватает его до 30 стирок. Разница в них только аромат. Работают одинаково, я бы сказала, на четверку. Потому что, например, застиранные там... Ну, не застиранные даже. А, знаете, полотенца, которые не только купленные, не новые. Они вот не сделают его супер мягким снова. Как это можно добиться от очень хорошего какого-нибудь кондиционера. Но в целом они работают хорошо. Оставляют легкий-легкий-легкий, совсем приятный, нежный аромат. Почти незаметный. Если вы, как я, любите несколько раз прополоскать белье, то даже и аромата может не остаться. Вы полощите все. В целом, неплохое средство. Все, теперь давайте по теме. Сразу покажу два средства. Это две пены. Я их показываю ежемесячно. Ну, понятно, не именно эти, а разные. Сочная манго 500 мл. И ягоды в шоколаде пена для ванн 250 мл. Вот такие вот кругляшки в Эйвен, это лимитки. А вот эти вот постоянные средства. Отличные пены. Единственное, что не все ароматы держатся насыщенно. Некоторые ароматы в этих пенах бывают слабые. Едва-едва уловимые. Вот в прошлый раз, кажется, я показывала ландыш или что-то такое у меня было. Я его еле слышала. Вот сочная манго была очень приятная. Слышно хорошо был аромат. А вот это, это просто вау. Это была лимитка. Она такая красивенькая. Лежишь и просто слюнами захлебываешься. Настолько вкусно пахнет. Вы вышли из ванны и все еще в комнате в ванной стоит вот этот очень-очень приятный аромат. Не знаю, мне кажется, это один из лучших ароматов в компании Эйвен в пенах. Я бы даже вот такой гель для душа использовала с огромным удовольствием. Дальше. Шампунь. Закончился у меня шампунь Нью Беста. Ну, наверное, Веста. У нее это просто новинка. Девчонки, честно, мне его кто-то подарил. Не то мои близкие, кто-то из родственников. Не то кто-то в посылке прислал. Я сегодня всю голову сломала, мою больную. Последние недели у меня страшные головные боли. Она у меня тупеет, когда головные боли. Я не вспомнила. Но если кто-то мне ее прислал и смотрит сейчас, спасибо огромное. Не знаю прямо, кого благодарить. И даже из-за этого не снимала весь день банки. Пыталась вспомнить. Ну, давайте о шампуне. В целом. Так, что тут говорится. Протеинная пшеница. Шампунь восстанавливающий. Активный витаминный комплекс для поврежденных и окрашенных волос подходит. Он такой в меру густой. В меру и жидкий, конечно. 460 мл большой объем. Вы знаете, он промывает волосы. А, да. Какие у меня волосы. Волосы у меня действительно окрашенные. Длинные, тонкие и скорее нормальные. Можно назвать склонные к жирности, но скорее больше нормальные. Потому что я мою голову на третий день. А это очень неплохое. Жирные волосы обычно каждый день можно мыть. Ну, теперь о шампуне. Промывает он хорошо. До скрипа гнезда он на голове не сделает. Но в то же время без кондиционера или без маски очень сложно расчесать длинные волосы. Короткие, наверное, расчешете. А вот длинные, ну, мои, например, сложно было. Но при этом нету вот этого ощущения совсем спутанное, что не расчесать солома. Чуть-чуть он подсушивает кончики все-таки волос. И поэтому я пользовалась еще дополнительными средствами специально для расчесывания, для того, чтобы вот такой проблемы не было. Но если надо смыть масло, он смоет отлично. Голову, жирную даже, склонную к жирности волосы, промоет тоже хорошо. Прям вот реально. Не просто это такая фраза до скрипа. Он действительно моет так, что волосы под рукой потом проводите и скрипят. Маску. Маской, которой я пользовалась. Маска Макарена. Маска Блеск для волос. Присылала мне его Оленька Крюкова. Спасибо тебе, Оль. Огромные, огромные. Я вообще очень люблю вот эти баночки от Органи Китчен. Хотя на них бум и прошел, но они все равно остаются такие милые, такие приятные и в руках, и в использовании. Небольшие объемы и, ну, как-то не знаю, их приятно держать в руках. Аромат у него очень приятный. Вот именно у этого средства. Блеск. У меня волосы сами по себе блестят. Плюс еще я их окрашиваю. От краски тоже блеск есть. Поэтому блеск, ну, я не могу сказать, от этой маски нет. У меня волосы в любом случае блестят. После того шампуня эта маска справлялась, в принципе, с волосами. И расчесывались волосы хорошо. Поэтому вполне неплохая маска. Я бы ей даже поставила, может быть, и пятерку. Конечно, она, понятно, не та, которая прямо вау-эффект делает, что там расческу можно в волосы воткнуть, и она сама поехала. Нет. Ну, тогда можно даже четверку дать. Если вот на пятерку супер маски взять, то эту можно, конечно, поставить четверку. Но такая твердая, хорошая четверка. И мне понравилась эта маска. Следующий привет я хочу передать Оленьке Ткачевой. Спасибо тебе, Оль, большое. Вот за батисту. Это сухой шампунь. Оля мне его прислала. Но давно я им пользовалась долго, потому что такие средства у меня только на крайние случаи нужны. Каждый день я не пользуюсь. Раз в неделю я не пользуюсь. Только вот конкретно вот надо вау выглядеть, а времени уже нет. И тогда спасают такие вещи. В этом сухом шампуне одни плюсы. Единственное, я черноволосая, поэтому для меня вообще не подходят шампуни, которые больше для блондинок. У меня его видно. Его нужно долго вычесывать, вытряхивать, полотенцем даже смахивать с головы. Потому что оставляет вот этот тальк. Для блондинок вообще все замечательно. Но это не минус. Просто есть специальные сухие шампуни для темноволосых. Поэтому просто надо это учитывать. Если бы я сама лично покупала, то я бы взяла вот с этим учетом. А так этот шампунь прекрасно очищает волосы. Классный результат. И даже были моменты, когда челка у меня, например, из-за кремов разных, ну или масок, пачкалась. И становилась такая, знаете, вот сальная. Я специально перед обычным мытьем шампунем пробовала вот такую вот как бы безнадежно просаленную челку. Вот этим батистом. Прекрасный результат, ощущение. Единственное, что, знаете, вот волосы на ощупь, конечно же, они становятся какие-то тяжелые немножко. Но эффект чистоты и даже объема от этого средства есть. Дальше. Трудно сказать, недоразумение это или нет. Вот этот дезодорант для интимной гигиены от Фаберлик. Я хочу больше, наверное, спросить ваше мнение, девочки, кто покупал. У всех на него есть такая реакция, как у меня или нет. Плюсы. Он хорошо работает. Все, что должен делать этот дезодорант, он делает. Он действительно даже в критические дни выручает. Никаких проблем нет. В общем, что должно быть, он делает. Но я от него задыхаюсь. Вот я им пользуюсь, знаете, как после душа, например, уже когда выходя из ванны, вот просто вот так воздух задерживаешь во рту, пшикаешь на нижнее белье, одеваешь и вылетаешь из ванны, потому что иначе я начинаю сильно кашлять. Видите, у меня попадает он, вот если вот на вдохе в горло, у меня просто начинается жуткий кашель. У меня как-то пришла сестра в гости. Вот только она вошла в дверь, а я как раз в этот момент вылетела из ванной после этого средства. Она на меня смотрит и говорит, ой, подожди-ка, я тут дышусь, что-то я подавилась. И вот кашляет. Я говорю, да ты не подавилась, у меня дезодорант такой. То есть вот скажите, кто такими пользуется, у всех такая реакция. Вот у меня вот так. То есть я такое больше не куплю. Но, к сожалению, у меня есть еще один. Потому что когда я себе заказывала, у меня заказала такой же мама, но увидев, что я тут страдаю от него, она сказала, что пользоваться им даже не будет. Но я, дама экономная, я использую. Но на самом деле использую не только из-за этого. Я лучше вдохну и выбегу, потому что он работает. Мне он нравится. И я им пользовалась только вот в конкретные дни, когда надо далеко из дома и когда женские проблемные дни. Поэтому. Далее. Вот такие бомбочки присылала нам Настюша Гиммельштейн. Настенька, спасибо тебе большое. Она присылала аж три набора Максимки. В каждом наборе были разные, во-первых, ароматы, разные формочки. Формочки мы сохранили, потому что в них потом можно и мыло делать. И вот у нас еще, например, две пачки, и мы эти формочки все используем сразу. У меня еще осталась одна бомбочка. Они прям такие твердые, мы их упаковали. Из этого набора получается самодельных вот таких шесть штук. Максимка ими пользуются. Они очень классно работают, приятно пахнут, классно бурлят. И получается, что не просто вы шарик купили там и истратили, а сами сделали своими руками шесть штук, и они работают. То есть вот такие наборы я бы рекомендовала. И удовольствие, и еще и своими руками оно сделано. В общем, вообще классная штука. Бомбочку я вам не оставлю. Вот эту я выкинула. Мне хотелось прям показать конкретно, что это такое. Но также Максимка у меня пользовался бурлящим шаром для ванны. Малиновый десерт от Мармелад. Не помню, кто присылал девочке. Вот бурлящий шарик тоже не помню. Он у меня вообще любит такие вещи, поэтому Настюша ему и присылала. Вот эти вот средства вообще, если их хранить в сухом месте, и до вас, до вашей покупки они хранились в хорошем сухом месте, то они бурлят хорошо. Но если неправильное было хранение, и они отсырели, то это средство будет бесполезное. Оно так, знаете, будет просто болтаться в воде, немножечко побулькивать и все. Давайте гели для душа. Гели для душа у меня закончились два. Оба мне присылала Катюшка Минченкова. Катюш, огромное тебе спасибо и большой-большой привет. Ты мне напиши, смотришь ты меня или нет, а то что-то я тебя совсем потеряла. Первое она мне присылала в большой коробке. Там был набор, три средства. Вот этот вот гель для душа, крем для рук и лосьон, кажется, или крем для тела. Но вот крема у меня еще спрятаны в заначках, а гель для душа закончился. Персика, маракуйя, аквафрут. Приятный аромат вот этих фруктов. Я не скажу, что он прямо вау, просто фруктовый аромат. Такой оранжевого цвета гель. Гель хороший, не сушил кожу, работал хорошо, приятно. Я его использовала. Большой объем, но я справилась. 400 мл. Но я не одна справлялась. У меня семья большая. И второе средство, которое тоже получилось от Катюшки, приехало. Green Apple. Зеленое яблочко. Вот тут Beauty. Всего тут в объеме 150 мл. С огромным удовольствием использовали тоже. Я люблю маленькие объемы, они быстро заканчиваются. И как бы не надоедают. И приятный аромат. Зелененького было цвета. Вообще они мне... Почему я их, наверное, достала, что один такой был оранжевый, второй зеленый яркий. Они стояли очень красиво. Это пустые баночки, не настолько красивые, когда у них уже ничего нет. Но вот такое средство. Тоже не сушила кожу, нормально работала. Но у меня ничего не сушит, потому что я пользуюсь всегда разными кремами, лосьонами. Но люблю я это дело. Следующее. Это скраб. Скраб приехал тоже от Толеньки. От Толеньки крюковой. Лимонное Монпансье Beauty Cafe от Faberlic. Вот он такой. Вообще аромат очень приятный. Пахнет леденцами таким. Действительно, лимонное Монпансье пахнет. В этом скрабе 150 мл. В нем минус это то, что гелевая текстура и вот эти скрабинки в геле. А вот когда гелевая текстура, какой-то расход почему-то большой. И вот эти 150 мл хватает раза на 4 всего. Но удовольствие все равно получаешь и от аромата. Этот скраб очень деликатный. Для чувствительной кожи он подходит. Он скорее делает, знаете, такую какую-то шлифовку. А может быть тут и написано, что отшелушивающий скраб для лица. Ну вот он да, он скорее вот отшелушивает, шлифует. И немножко как бы вот пеленгует верхнюю часть кожи. Но нету такого вот скрабирования, чтобы там с целлюлитом, например, справиться. Чтобы как следует до красна себя помассажировать. Это нет. Это вот такой деликатный, приятненький скрабик. Спасибо, Оль, большое. С огромным удовольствием пользовалась. Сейчас так много в запасах девочки прислали, что когда надо доставать следующее средство, просто теряешься. Хочется открыть все, достать все на себя, намазать тоже все. Следующее средство, сложно мне его описать, наверное, будет. Это отлиерак. Боди. Это лосьон. Ультра боди лифт. Гель. Это гель против целлюлита и отечности для тела. Давайте я вам, знаете, что покажу, что он содержит. Почему показываю? Вообще этот гель, мне присылали его на обзор. Я брала его на фармакосметика. Ну вот, информация какая тут есть. Способ применения наносить утром и или вечером. Должен снижать эффект апельсиновой корки, способствует удалению излишков воды. Я его использовала не часто. Он, во-первых, очень дорогой, кстати. Я не знаю, уже сказала или нет. Он около 3000 или 3000 совсем с небольшим стоил. 400 мл. Он такой, знаете, розового цвета. Я все издалека никак не приступлю к гелю. Вот видите, какой цвет у него интересный. Мне его трудно описать, потому что за такую цену, чтобы сказать, что я видела видимый результат, я не скажу. Но в то же время у меня не было и отечности, чтобы говорить как-то. Против целлюлита, целлюлит. Ну, чтобы он работал, наверное, все-таки важно правильное питание, спорт. И вот тогда он будет в помощь. Наверное, классно. А так как я часто пренебрегала им, то я неделю пользуюсь, то потом вообще не пользуюсь, две недели, потом опять пользуюсь. Он у меня, в общем, в течение года. Вот так вот, то пользуюсь, то не пользуюсь. При этом я еще и поправилась за эти полгода. Поэтому, не знаю. Вот для меня он получился как бы продукт мимо. Но я думаю, может быть, дело не в нем, а лично во мне, что надо было все-таки, если уж тестируешь, то тестировать по-человечески. А не как я это делала. Так, ладно. Двоечница я оказалась с этим лосьоном, но признаю. Так, давайте по мылу. Это сначала покажу жидкое мыло для интимной гигиены, ромашка, протеинной пшеницы. Вот в нем молочной кислоты, кажется, нет. Потому что для некоторых девочек это принципиально. Я давайте попробую показать вот так. Потому что я точно и не помню, есть это кислота или нет. Надеюсь, видно. Поэтому состав покажу вот так. Я слышала разные отзывы. Чаще я слышала отзывы положительные на него. Для меня это было хорошее жидкое мыло. Приятный аромат у него. Экономное использование. Я им пользовалась, я не знаю, наверное, месяца 4-5, наверное. Очень долго. Но тут и объем, конечно, большой. Очень красивая или, я не знаю, удобная такая упаковочка. Необычная. Это узкая сторона, это широкая такая, треугольная. Приятное средство. Я так привыкла к аромату, что я прямо его даже, можно сказать, полюбила. Хороший. Наверное, повторю, когда отдохну от него. Надоел он мне за это долгое время. Не очень. Я уже говорила, люблю такие сильно большие объемы. Хочется все-таки чаще менять. Особенно, когда что-то в запасе стоит, а ты полгода прямо вот одно и то же, одно и то же надоедает. На кухне у меня закончилось вот такое мыло для кухни, устраняющие запахи. Тут аромат фруктовый. Яблочко. Очень приятное средство. Я люблю всех больше именно вот этот аромат. Мне понравилась и новинка, орхидея аромат. Но все-таки все равно у меня в любимках оказывается вот этот. Вот все, что здесь написано, да. Эффективно моет, не раздражает, не сушит, устраняет запахи. Все это да. Если не устранила, намыльте еще раз и тогда устранит все запахи. Дальше. Следующее мыло, которое у меня закончилось, это штрудель с мороженым. Ну, у меня в прошлых пустых баночках написали, что у меня семья енотиков-полускунов. Да? Так написали? Ну, на самом деле, 4 человека. Плюс у меня ребенок вот с улицы прибегает сто раз водички попить. Но что мама ему говорит? Сначала мой руки. И он сто раз в день вот действительно пьет воду и моет руки. Если он прибегает не один, а еще и с друзьями, то они все идут мыть руки, прежде чем пить воды. Поэтому, ну, полускуны мы, да, моемся. Любим мы это дело, руки помыть. Так, бьюти-кафе штрудель с мороженым. Только дело в аромате. Вообще вот у бьюти-кафе вот эти вот кремовые мыла, мыла, классные. Очень классные. А аромат на любителя. Это всегда так. Штрудель сладкий, приятный аромат. Не знаю. Мне вот нравится. Мыла. Мыла еще не закончилась. Но это мыло у меня стояло, наверное, больше полгода. У меня всегда антибактериальное стоит. Либо кусковое лежит, либо вот какое-нибудь вот такое стоит. Это на случай, когда я из магазинов прихожу, и я начинаю мыть руки антибактериальным. Я не люблю с улицы мыть обычно. Когда дома просто, я дома, то любое мыло подходит. А когда я иду с улицы, мне нужно антибактериальным намылиться. Ну вот привереда такая. Я доверяю вот этому, что удаляет 99% бактерий. Пусть удаляет с цветочным ароматом. Но, вы знаете, вот Сейфгард, я бы не сказала, что у него есть какой-то ароматизатор. Я слышу вот аромат вот этого антибактериального средства. Ну, я ему доверяю, пусть будет. 250 мл хватает не такого на очень долго. Потому что хорошо, если раз в день им воспользуешься, когда действительно откуда-то пришел. А так, крайне редко я им пользуюсь. Чаще вот стандартное мыло. Еще мыло показать? А нету. Так, давайте я вам покажу от Green Mama. Мне линейку от Green Mama присылала Оленька. Оля из Тюмени. Привет тебе, моя хорошая. И огромное спасибо. Я тебе говорю в каждых пустых баночках. Потому что я с огромным удовольствием тестировала и знакомилась вот с этой вот линейкой Green Mama. И, в принципе, все, что я вам показывала до этого, мне понравилось. Единственное, что аромат травки не каждому понравится в креме для лица или для тела. Но я так привыкла, что мне нравилось все. Ну, давайте конкретно по этому средству. Чистящая пена гель для лица. Ромашка брусника подходит. Тут есть для какой кожи? 300 мл. А давайте я вот так поближе покажу. Я не помню. У меня кожа нормальная, поэтому я для нее порой и для жирной мне подходит, и для сухой. Но летом лучше я беру для нормальной и жирной. А зимой для нормальной и сухой. В общем, если тут есть что-то, вы увидите сейчас. Мне кажется, тут для жирной. Больше подходило. И вот состав. Мне очень понравился этот гель. Но единственное, если я не знаю, можно отнести это к минусам или нет, как и у любых гелей, очень долго смываешь его. Потому что он густой такой был прямо. Но его смывать надо долго. Он все мылится и мылится и мылится, потому что он действительно пенопенился. Но отмывал лицо хорошо. То есть после него не было желания еще чем-нибудь умыться. Но чуть-чуть подсушивал кожу и я сразу тоник протирала лицо и наносила крем для лица. Поэтому для жирной кожи подходит, чуть-чуть подсушивает. Мне нравится вообще, когда есть ромашка, она какое-то лекарственное скорее действие еще оказывает. И мне это нравится. Если есть какие-то воспаления, такая пена, мне кажется, даже помогает как-то их нейтрализовать. Я этот флакон оставлю, потому что у меня много гелей жидких в бутылях. И неудобно наливать. А вот эта помпа была очень удобной. И я буду переливать и пользоваться. Но опять же, насчет больших объемов, хочу сказать. 300 мл для такого средства это просто гипермного. Потому что полгода точно я им пользовалась. Одного нажатия достаточно на три лица вообще. Если вы хотите просто купить средство и забыть, что оно вам когда-нибудь надо будет еще раз покупать, то вот это подходит. Классное. В целом классное. Спасибо, Оля, огромное. Я тебе очень-очень была благодарна за всю эту линейку. Да и вообще за все подарки. Дальше. Тоже гель. Тоже для лица. Но это уже мицеллярный. Мицеллярный гель от Виленты. Для меня это была новинка. Присылала Оленька Крюкова. Сегодня от Оли Крюковой много чего у нас получилось. Спасибо тебе, мои хорошие. Избаловали меня девчонки. Это действительно у Виленты новинка и для меня новинка. Мне он понравился. Яблоневый цвет. Эффективно удаляет макияж. Увлажняет, освежает для лица, глаз и губ. Наверное, единственный минус, который я нашла, он не все удаляет. То есть, есть косметика, которую прямо на раз-два снимает идеально. А есть что-то, что надо подольше немножко. Второй, третий ватный диск. Но удалит все. То есть, лицо очистит в любом случае. В целом, мне понравился. Как-то я переборщила на ватку, попала в глаз. Чуть-чуть, прям вот немножко-немножко пощипала. Но это вот просто средство само попало. Я думаю, это, наверное, не минус, а этого следовало ожидать. Следующее, что у меня закончилось, это был от La Roche-Posay. Давайте я вот так покажу тоник. Так, вот, успокаивающий тоник. Брала я его тоже на фармакосметикой. 200 мл в нем. Он у меня был в использовании месяца три. Единственное, что время от времени отставляла. Потом снова брала, использовала. Очень хороший тоник, приятный. Действительно успокаивает. Особенно, когда, знаете, либо полоску сделаешь, там вот нос почистишь, либо какая-то очищающая маска, и потом немножко так лицо красненькое, либо после какого-нибудь скрабирования, очищения хорошего. Вот он действительно успокаивал кожу. То есть, такой приятный, хороший тоник. Не знаю, цена-качество, сложно сказать, он не дешевый, но сам тоник работал хорошо. Так, следующее средство. Это средство, давайте, для рук покажу. Крем для рук у меня закончилось два. Один у меня, другой у мамы. Первый от Тиандэ. Шелковое совершенство. Крем для рук. Это третий шаг. Вообще, это трехступенчатая система. У меня первые две ступени так еще целые стоят. Что-то я ими не могу пользоваться регулярно. И они почти полные. А вот крем для рук я использовала. Его надо совсем-совсем капельку. Присылала мне его Елизавета Смирнова. У нее ник на ютубе был Лиза Стайлиза. Как-то вот так я могу неправильно называть. Давно мы что-то потерялись с ней. Со связью. Она представитель Тиандэ. Причем у нее там структура в Тиандэ. То есть она несколько лет занимается этой компанией. Хорошо знала, знает все средства в этой фирме. И когда-то она мне прислала аж две посылки. Познакомиться с Тиандэ. И вот это одно из последних уже средств, которые у меня остались. Понравилось. Вот если конкретно про этот крем говорить. Его надо совсем чуть-чуть. Он хорошо заботится о руках. И его хватает прямо на очень долго. Я им пользовалась очень долго. Даже вот я ежемесячно показываю, например, кремы. Которые заканчивались. А этот все стоял. То есть я его конкретные какие-то моменты, когда надо вот хорошенько напитать, то пользовалась им. И у мамы закончился от Невея крем для рук. Комплексный. Он хороший тоже. Нужно давать время, чтобы он впитался. Вот тут говорится, быстро впитывается. Но это не так. Это неправда. Не быстро. Даже если чуть-чуть, все равно нужно подождать какое-то время, чтобы он впитался. Не так, что вы прямо целый час будете с жирными руками ходить. Нет, конечно. Но минут 5-10. Ну, 5 минут. Все равно надо подождать, чтобы он впитался. А так он хорошо защищает, питает кожу. И заботится о ногтях. И смягчает кутикулу. Это действительно так. Он мне понравился. Я бы его даже в какой-то мере назовала защитным, наверное. Потому что ощущение вот, как вот перчаточки было. Дальше. Не устали? Ну, тут еще немножко. Потерпите еще чуть-чуть. Я сейчас доболтаю. Зубная паста закончилась в этом месяце от Колги. Для меня это, как мы с девочками бывает, говорим в роликах. Рабочая лошадка. Хорошая зубная паста. Я брала... Не помню. Либо в Фикс Прайс, либо в Галамарт. Мне присылали как-то. Вот он. Тут, видите, еще немножко осталось. Беленький такой. Приятный аромат. Мятный. Ну, не знаю. Всем хорош. Всем хороша эта паста. Не дает она, конечно, вау, отбеливания. Это нет. Но вот защиту, очищение и освежение дают хорошие. Маски. В этом месяце у меня закончилась маска. Я решила все-таки вот эти маски в тубах немножко добивать. Я бывает на маске так увлекаюсь тканевыми, что вот эти у меня простаивают, которые в тубах. В этом месяце решила вот добить вот эту. от Натура Сибирика, анти-эйдж, маска для лица, для всех типов кожи, для придания упругости и интенсивной подтяжки. Растительный эластин. Вы знаете, у меня она была какое-то время... Давайте я вот маску-то поставлю. Она такая желтоватого, приятного, какого-то даже персикового, может, немножко цвета. Давайте покажу я вам вот так. Пользовалась я ей один-два раза в неделю. Мне нравится, как она работает. А вот это давайте еще покажу. Мне нравится, как она работает. Пока она 15 минут держится на лице, она частично даже впитывает. Лицо ее впитывает в себя. Ставьте на паузу, если интересно. Так, ну дальше уже не очень интересная информация. После хорошо. Я не знаю, только вот упругости-то я сильно не заметила, чтобы уж прямо она мне там что-то подтянула и что-то сделала упруго. Но вот лицо само освежение давало. Но последний раз я один или два раза заметила, что после нее не только, а будто, знаете, перепитанное лицо, были высыпания. Такие, знаете, крупные, как один-два прыщечка всколодь. Выскочат на лице. Как будто поры закупоривала. Вот. Ну не знаю. Но в целом маска работала хорошо. То есть вот про подтяжку не скажу. Но в целом мне она понравилась. Но вот два раза последних подвела. Поры мне забила. Может быть потому, что она слишком активно впитывалась моим лицом. Зачем она это делала, я не знаю. Но вот так было. Так, еще покажу несколько масок. Первое. Тоже из Тюмени от Оленьки ко мне приехала. Это от Skin Light. Маска-пленка для глубокого очищения огурец. Тут два саше в упаковке. Вы знаете, она мне очень понравилась. Единственное, что в одном саше маски больше, чем достаточно на одно лицо. В идеале можно даже было, например, с подругой или там с сестрой вместе группироваться. И вот одним саше мазать два лица. Может у меня лицо такое мелкое или настолько мелкое, что его много для одной маски. Но это хорошо. Хуже, когда маски не хватает. Ну и по действию. Когда она полностью застывает, эта маска-пленка, она хорошо снимается с лица действительно одним слоем. Тянешь так, что кажется, что первый слой кожи снимаешь. И поры очищаются. Лицо потом прямо гладкое, нежное. Прямо вот как будто я вчера родилась. И такая свеженькая, гладенькая. До лица очень приятно дотрагиваться. Кожа прямо нежная. Понравилось. Оль, спасибо. Прямо очень понравилось. Хорошие средства. Вообще я маски-пленки очень полюбила. Они классные. И еще две маски покажу. Они ко мне приехали от Настюши. Присылала Настенька Гиммельштейн. Первое. Это патчи для глаз. Их тут в упаковке было 30 штук. На 15 раз. Тоже от Skinlight. Как вот и Оля мне присылала от этой компании. Перед применением я буквально на 15-10 минут клала в холодильник. А потом на глазки. И оно давало хорошее-хорошее освежение. Классные патчи. Тут еще на один раз две штучки осталось. Но я решила вам показать. И сегодня, например, сделаю. И уже выкину упаковку. И еще одна маска тоже от Настюши. Это маска молочная. Кофе с молочными протеинами. Давайте вот так поближе покажу. Вы знаете, она меня впечатлила ароматом. Вот лежала я, и у меня было желание попить кофе. Потому что она так вкусно пахла. Каким-то вот какао и кофе с молоком. Вот таким чем-то сладким, приятным кофейным ароматом. Прямо была ароматерапия. Даже сейчас от пачечки так вот приятненько пахнет. Маска мне понравилась. Ее не надо смывать было. Надо было оставить на лице. Помассажировать лицо, чтобы она полностью впиталась. И ее было тут достаточно. После того, как я с лица сняла, я еще этим средством шею обработала и грудную клетку. И мне понравилось. В общем, все декольте, шею и лицо хватило. И уже после нее не надо было ни крем наносить, ничего. То есть лицо приятное ему было, хорошо. Такое ухоженное. Так, еще одно средство покажу для губ. Закончился вот такой вот бальзамчик для губ. Защитный бальзам для губ. Кошка, апельсин. Как-то так он назывался. Вот так вот он выглядел. Упаковочку. Я красиво упаковочке, видите, оставляю. У меня прям рука не поднимается выкидывать. Я слышала на это средство разные отзывы. Вообще, это бальзам детский от Фаберлик. В детской серии есть. Он прям совсем крошечный стик. Я не знаю, сколько тут. Грамма полтора, что ли. Никуда можно посмотреть. Никуда. Не знаю, какой тут вес. Слышала разные отзывы. Кто-то говорил, что такая ерунда и на губах пленкой ложится. Да, он и должен, девочки, ложиться пленкой. Это защитный бальзам. Это при покупке нужно обращать внимание, что мы берем. Есть питательный, есть увлажняющий, есть защитный. Так же, как и кремы для рук. Бывает, покупают защитный, а потом ругают, что плохой пленкой ложится. Нет. Надо смотреть. Если купил защитный, то это и будет как пленка. Она защищает. И бальзам для губ. Он закрывает губы от ветра, от ненастья, от холода. То есть, это вообще средство для зимы, для детских губок, чтобы они не обветривали, не страдали. Поэтому защитное средство работает хорошо. Это хороший бальзам защитный. Если есть пленочка, значит, так и должно быть. Поэтому бальзам хороший. Я его сейчас оставалась совсем чуть-чуть, но на себе добила. А так вот и ребенку, и сама зимой пользовалась нормально. Хорошее средство. И последнее. Представляете? Последнее. Фам Айкон. Это парфюм от Эйвон. Тут прямо совсем чуть-чуть осталось. Но вы знаете, сколько я не давила, не попадает на это средство. Вот этот вот, как называется, сам штырек-то вот этот. И ничего не брызгает. Приятный цветочный такой, фруктово-цветочный аромат. У меня уже есть такой в запасах. Я его достану. Ну, как в запасах. Было предложение, что можно было в подарок взять. Я с удовольствием взяла, потому что знала, что заканчивается. Этот аромат люблю и я, и моя мама. То есть, она мне очень активно помогала. И он поэтому кончился быстрее, чем я думала. Классный аромат для меня. Он очень приятен. Я люблю, когда цветы с фруктами. Лето такое сейчас холодное. И вот этот аромат прям вот очень подошел на такую погоду. Все. Вот такие были пустые баночки. Сейчас пооткрывала много опять нового. Неизведанного. Надеюсь, со мной было интересно. Может быть, в чем-то я была полезна. Рассказывайте свое мнение об этих средствах, которые я показывала. Может быть, вы чем-то пользовались. Особенно меня интересуют те, которые я, может быть, спрашивала ваше мнение. Особенно по этому дезодоранту по интимной гигиене. Мне интересно ваше мнение. И если вдруг вы пользовались вот тоже вот этим гелем от Лиирак. Расскажите. Мне интересно. Потому что я его так и не допоняла до конца. На самом деле, вот его оставалось, когда вот так, неудобно было пользоваться помпой. И я перелила. То есть, у меня вот это средство еще есть. Я им пользуюсь дальше. То есть, я его добью. Как всегда, в свою любимую круглую баночку перелила. А сейчас это выкину. Пустое средство. И надо сразу вот эти патчи убрать. А то я их тоже нечаянно могу выкинуть. Все. Спасибо огромное всем за внимание. Всем пока. До новых встреч.